Дорогие друзья, всем привет! Я Таня из Вижной Каролины. Сегодня я нахожусь на чудесной улице Одесса. Ребята, одессисты, лично от меня вам сегодня большой привет. Хочу показать вам, смотрите, sold, sold, sold. Но еще есть один чудесный домик, который я хотела снять уже давным-давно для всех вас. Дорогие, 275 тысяч заберем, но хотят 285. 285. Так что начинаем обзор чудесных домов в штате Южная Каролина. Спасибо большое за то, что вы зашли на мой канал. Я всегда рада вас приветствовать. Присаживайтесь. Видео будет интересным, совсем коротким, поучительным. У нас чудесная погода, прекрасный домик. Вот этот, который имеет три спальни, две ванных комнаты. Смотрите, все новенькое, хорошая крыша, камень красивый, чудесный участок с прекрасными школами. Вот хороший процент, можем сделать 5,5. Обращайтесь, буду рада вам рассказать, помочь. Так что, да, я всегда здесь. Вот идет мой американский, русский знакомый. Американец, но точно как русский. Характер, улыбка, шутки. Наверное, от меня научился, 100% я вам говорю, что это все я его научила. Привет, Мэтт. Привет. О, это красивый план, ребята. Смотрите, это будет 8,618 square feet. Какой красивый домик. Можно взять вот такой. Я показываю вам, скорее всего, какой. Вот такой я вам показываю. Q, elevation Q. Здесь план, ребята. Sale? Right now, free? Buy one, get one free? Yeah. Buy one, get one free. Buy one, get one free. $600,000. Мы с ним посмеялись. Один дом покупаешь, другой бесплатно. No, let's say this. Buy one, get one free. Okay, смотрите, что у нас есть. И все на Одессе, ребята. Сегодня, do you know that Odessa is a nice city in Ukraine that I never been? I've heard. It's such a beautiful city, and I never been in Ukraine, называется. Ukrainian. Anyway, смотрите, какие у нас цены. $285,000, $325,000, $290,000. И эти все дома имеют. Так, $1618 square feet. $1991,000, $25,000, $11,000. И пошло до $2700. $2700 домик можно взять за $330,000. Это тоже чудесная цена, о которой вы в своих штатах даже не мечтаете. Новая стройка. Даже если это не дом вашей мечты, все равно вы должны задуматься. Не переживайте, здесь все хорошо. С индустрией, с магазинами, с модой. Ты хочешь сделать видео о мне, или я просто сделаю это самим? Я просто сделаю это самим. Я просто сделаю это самим. Это видео. Так, как я уже начала рассказывать про этот дом, еще раз обращу ваше внимание на эту чудесную парковочку. Ну, 4 машины точно поставим. Смотрите, сайдвакс у нас здесь нету. Зато здесь где-то 500 домов. Видите, какие здесь смехота проходят на моей работе. Вы знаете, я сейчас приеду домой, вообще смешно не будет. Уборка, готовка, стирка, бумаги принтовать, все файлы собирать. Так что дайте мне чуть посмеяться хотя бы здесь. На самом деле, will you do the garage? Наверное, они не будут здесь красить гараж. Хотя подготовили стены уже к этому. Не помню, ребята. Но гараж на самом деле чудесный. Давайте я вам чуть-чуть покажу домик именно с этой стороны. Как вы думаете, нормально? Газ. Тут хорошая часть, называется энергия. Дюк. Дюк, кстати, коволасным дюк, это очень крутые люди. Состоятельные американчики. Вот такие классные камни. Смотрите, крыльцо здесь замечательное. Благодаря этой музыке. Благодаря этой музыке, да? Посмотрите, вот это соседи и вы. А так все нормально. Чудесная такая штучка здесь. Вот и я снимаю домик. Хотите уже зайти вместе со мной внутрь? Хватит шутить, приступаем к делу. Ну, как вы знаете, я вам уже все объяснила. Здесь будет чудесный кабинет. И я уверена, будет приятный цвет. Так что, ребята, номер тоже хороший. Я уже все проверила. Света вообще у нас нету. Так что, извините. Будем смотреть без света. Качество пола здесь гарантировано. Очень крутое. Мне нравится, как этот застройщик сделал такой калидорчик. Так, у нас здесь как калифорнийский стайл. Заходишь, при входе сразу две комнаты и санузел. Смотрите, в домах. В спальнях будет ковролин. Окно здесь большое. Комната по некоторым меркам для кого-то большая. Для Нью-Йорка это большая. Скажем, для Южной Каролины может быть не сильно. Нормальный размер. Хорошие полы. Смотрите, качество супер. Цвет также. Клозет. Дом стоит на фаундейшн. Именно, как говорится, флэт фаундейшн. Так. Слэп фаундейшн. Не могу открыть, потому что здесь, видите, лежит еще такая бумага, по которой я хожу. Говорите, пока не продали. Света у нас нет, но, как вы видите, серенькие, приятные. Кабинеты на одну раковину. Унитаз, а также чудесная пластмассовая ванна. Просто обожаю пластмассовые ванны. А их так легко мыть. И они вечные. Плитки здесь не будет. Зато будет линолем в виде плитки. Ну вот. Кто так ложит пол? Ну вот, серьезно. Это люди, которые тест не прошли. По моим меркам они тест не прошли, ребята. Но ничего, это все будет переделано. Вторая комната. Также с окошком, также с таким шкафчиком для одежды. Так что покупаем больше домов, меньше одежды. Здесь еще будут полочки. Опять же, Резник Рил Эстет рекомендует покупать больше домов, а меньше одежды. Одесситы, переезжайте к нам. А также все, кто жил возле Одессы и вообще во всех странах СНГ. Приглашаю. Я миролюбивый, миролюбивый человек. Хочу запомнить, что интересные события на Украине я не имела в виду ничего плохого. Я просто имела в виду, что американский флаг висит вместе с украинским. Я не могла разобраться, это американцы или украинцы, или все вместе. У меня есть своя позиция на этот, конечно же, случай. И если вы хотите узнать, я могу сказать вам. Украина, Россия, Америка – это как любая семья. Кто-то советует хорошие друг другу, кто-то советует такие советы, что может развалиться даже и семья. Поэтому страны валятся. Начинается это все с советов некоторых стран, правильно? И одна из этих стран – сильная Россия, а другая – сильная Америка. Бедная Украина. Надеюсь, вы все поняли. А если не поняли, комментируйте. Буду отвечать просто так, уже на комментарии. На самом деле, зал здесь чудесный. Приглашаю, как я сказала, всех людей русскоговорящих, русскопонимающих. Это не значит, что я должна вести свой канал только на украинском, с украинцами. Я общаюсь на украинском, но мой канал, я повторяю, и еще раз повторю, интернациональный, миротворный, миролюбивый. Люблю всех очень сильно и хочу только, чтобы у всех был мир, чтобы все покупали, строили дома, жили мирно, радовались жизни. Кто же этого не хочет? Таня этого не хочет? Вы что, шутите? Не шутите так, пожалуйста. Так, домики у нас хорошие. Оставляю я. Кстати, кто забыл свои ключи? У меня их очень много есть дома. Еще на этих машинных ключей. У меня дома вот таких еще, наверное, три раза ключей. Не знаю, чьи, но, пожалуйста, могу прийти ночью к вам, если не заберете. Это была шутка. Здесь уже установили кабинеты. Хороший такой приятный цвет. Планировка кухни мне очень нравится. Вытяжки у нас не будет, зато будет микроволновка. Газовая плита. Холодильник в правильном месте. А здесь у нас кладовка. Небольшая. Но, девчонки, знаете, у меня раньше и такой не было кладовочки, когда я жила в Калифорнии. Если там будет свет, честно вам говорю, не было кладовки, когда я жила в Калифорнии. Еще раз повторю. И кухня была где-то такого размера. У меня все помещалось. Так что, это все в голове, а не в кладовке. Это все в голове. Если не можете приобрести сейчас побольше дом, берем такой. И потом мы направим вас на курсы к Эмиле. И она вам поможет купить побольше дом. Потому что вера в мышление много чего делает. Правда, дорогая Эмиле? Так, серенький дом снаружи. Вот так смотрятся соседские, как они называются. Участочки. Очень, кстати, классно. Мне нравится. Бетон залили здесь за такую цену. Уже есть у тебя дек. Это просто чудесно, ребята. Ой, я с ума соскучилась уже под съемком домов. Как классно, что я сегодня заехала. Ребята, как классно, что я сегодня заехала на съемку домой. Я сняла чудесных два дома. Я сняла дуплекс. Ребята, знаете, что такое дуплекс? Это домик на два хозяина. И скоро это видео выйдет на моем канале. Обращайтесь. Расскажу, покажу вам и дуплексы, и о дуплексах. И что такое квартиры. Все у меня есть на любителя. Так, показала я вам чудесную планировку. Еще раз обратите внимание на такие классные. Классные кабинеты, широкий здесь проход. Здесь стоит раковина, посудомойка. Смотришь на свою семью, радуясь. И думаешь, как бы заработать деньги, чтобы приобрести еще один чудесный домик. Вы знаете, Южная Каролина многим из наших людей помогла подняться финансово на ноги. И как-то даже почувствовать себя наконец-то человеком в Америке. Ох, мексиканцы. Может быть, вас в Мексику обратно отправить? Если вы не будете подбирать ваши тортии. Я буду просить Байдена, чтобы отправил вас обратно в Мексику. А тогда... Нет, нет, нет. Тогда дома наши подорожают в три раза. Потому что американчики за эту цену не будут работать. Ох, американцы. Они любят и вовремя покушать, и выспаться. Просто комфорт номер один. А за такой домик, если они построят, берегитесь. Он будет стоить точно 600 тысяч долларов. Та же самая работа. Просто. Видите? Народ. Бедный народ. Я не имею в виду мексиканца. Просто народ, который... Имеет меньше силы, меньше слова. И вот так. Проход получается у нас в самой главной спальне. Санузел. А эта комната, ребята, это было уже чудесное. Кардеробная. Света нет. Зато у нас, как я уже говорила, линолеум. Будет отдельная комната для релекса. Кто хочет здесь, кто хочет на бэкьярде. Ваш выбор. Мне там одни комментарии написали. Таня, так что-то ты не здесь, а на бэкьярде. Ребята, не смешите, а то я просто не успокоюсь. Смеяться я люблю. Так чудесное. Так, кстати, у меня, знаете, какой-то один вопрос. Вот посмотри на этого пламбора. Меня тоже, наверное, так делали. Может, нет. Но вот почему здесь, если раковина будет здесь? Можешь как-то на уровне раковины, чтобы потом эти трубки вот так здесь не кружили? Вот это нормально вроде сделал. Молодец. Молодец. Это нужно переделать, хотя это не влияет на работу. Просто мне не очень красиво оно смотрится. Конечно, ванны здесь нету, но есть душ. Как вам такой чудесный домик? Я считаю, за эти деньги берем? Берем и даже не думаем. Так, а что у нас? Еще один кладет. И здесь у нас будет много полочек. Так что вы сможете поставить все свои полотенечки. Какие-то, может быть, белье постельное. А так чудесно. Я еще вам чуть-чуть покажу город. Не город, а именно дорогу, где я буду ехать. Где я буду ехать сейчас домой. Покажу вам некоторые улички. Нашу стройку. Как все строится. Здесь никто не останавливается. Здесь живут трудолюбивые люди. Пусть у нас будет дешевле. Пусть у нас будет спокойнее. Пусть у нас по вашему село. Просто я в этом своем селе даже не нахожу минутки выспаться. Так что поехали, посмотрим на село вместе с Таней. Резник Real Estate. I'm here to help. How many houses like this do you have? Is this the one of the cheapest houses? We've got... Like how much is that one? 290? That one sold. How much is it? 290, guys. What's that? This one 285? 285. How big is this one? Square footage? 16. A little over 16. So basically... 16, 18, I think. Basically same. Basically same. That one 1764 across the street. That's the Cali. А, Cali. Кто хочет Cali, California. Там есть вот классный домик, 4 спальни. I like it. No seriously, this is very nice. By the way, тут очень чудесный бассейн. Классные качели для детей, разные спортивные комплексы. Я вам уже показывала следующие... В прошлых видео, ну ладно, может быть еще заеду для вас, покажу. Так как, может быть, вы недавно подписались на мой канал. Поэтому для вас, мои дорогие, сделаю. Друзья, поезжаю я с улицы Одессы. Посмотрите, пожалуйста, на эти чудесные цвета. Мне очень нравится темно-синий, серый. Улица широка здесь. Машин много. Вот так ездим в Спай. Спай. На самом деле, продала здесь немало домов, а двух застройщиков. Очень рада за своих клиентов. Они у меня просто все молодцы. Трудолюбивые люди. Обставили свои дома мебелью. Свои properties, участки с заборами, понимаете? Так, где мои еще одни живут? Вот там, наверное. В сереньком доме, я не помню точно. Ну, чудесно, чудесно. Этот домик что-то еще не достроился. Кстати, вот этого застройщика можно получить 25 тысяч скидку. 25 тысяч долларов, не евро, скидку. Ой, какой красивый комбинация. Комбинация. Смотрите, Олег и Лиля. Я у вас проезжаю. Если будете смотреть мои видео, смотрите украинский и американский флаг. Привет вам, ребята. Чудесная здесь территория. И лес есть у кого-то сзади. Просто люди молодцы. Это у нас, скорее всего, 80% людей приезжих. Не местных, не местных. Приезжих. Со всех штатов. Вот 51 штат. Если я не ошиблась пока, не ошибаюсь. Вот смотрите, что сделали с этой земелькой. С этой земелькой. Как они так взяли выше уровня моря сделали, да? Выше уровня моря. Я имею в виду выше этого. Дороги спереди. Представляете? Здесь будут опять строить, наверное, 40 домиков. Это просто круто. Вы только посмотрите, сколько здесь людей работает. И сколько здесь привлечено техники. Машин, как будто на заводе. Ну, вот так. Скоро вот эту улицу ты просто не узнаешь. Тут не будет вот такой, как для вас, может быть, лысый перекресток. Потому что здесь строятся не только дома, а в будущем. Вот там чуть дальше строится такой Ридвилл-центр. Чудесный центр, где ты сможешь прийти в парк. Хотя здесь и так рядышком в парке. Ой, девчонки-мальчишки, я забыла заехать на этот, на бассейн и на парк. Но один раз я для вас сделаю маленькое такое видео на 60 секунд. Вы увидите все там. Обещаю. Не завтра, не сегодня, но скоро. Хорошо? Вот так едем бабушке домой. И здесь, знаете что, иногда еще даже велосипедисты едят. И вот так, куда им подвинуться, некуда. Поэтому иногда я должна ехать очень медленно, пока не будет напротив машины. У людей прапортиз классный. Те, кто покупали раньше, наслаждаются. Даже вот этот Мобилхом отдыхает, как говорится. Молодцы, Мобилхом. Вы стоите в чудесной локации. А здесь тоже делай, что хочешь. Вот так. Все позеленело. Недавно была еще пустота. Именно деревья все были. Видите, как они у нас высокие. Но лысые. Темненькие, такие, знаете, коричневенькие. Мне весело было. А сейчас чудесно, просто круто. Ну и вот есть разные такие интересные бары. Барн. I like it. This is beautiful. Факс Рах. Вот это где-то лиса бегала. Поэтому, наверное, назвали, как лиса, знаете. Чудесный белый домик. Мне очень нравится. Такой старовинной. Американская жизнь. Вот рядышком мы уже и после Эммлона комьюнити. Видите, еще продаются. Здесь также еще пару домиков построят. И закончится уже стройка. Как вам? Вот эти над дорогой живут. Видите? Здесь есть дети. Это может быть чуть-чуть. Нужно их научить, что делать. А так все круто. Так все совсем неплохо. Так, здесь где-то стоп сайн. Подожди. Тут сколько? Два стопа сайна? Скорее всего, он здесь. Поэтому я чуть-чуть проехалась и остановилась. Сейчас двигаюсь вперед. Кстати, я не знаю, кто строил вот этот дом. Но его так интересно поставили. Куда он смотрит? На траву? Почему бы не смотреть сюда на дорогу? Здесь что-то порыли. Ребята, у нас тут конкретно идут строечки. Давайте я заеду вот в этот Subdivision. Просто вас порадую. Чуть-чуть еще и другими домиками. У кого есть побольше денежек. Хотела, чтобы вы обратили внимание на вот такие чудесные домики. Они классненькие. Мне очень нравятся. Посмотрите, какие здесь собачки. Даже не домики меня уже заинтересовали, а собачка. Какой там красивый он был. Вау, ребята, здесь кастом дома. Крутые просто. Смотрите. Чудесный, да? Здесь есть Sidewalk. Ты что? Я сколько сюда заезжала, что-то не обращала на это внимания. Какая здесь чудесная природа. Ну вот как эти деревья не любить? Какие они классные. Это просто супер. Правда? Дорогие, если хотите, я вам честно хочу сказать, что, если вы еще не приехали, вы, наверное, уже и так жалеете. Но еще не поздно. Так, еще не поздно. Так, машин нет. Таня может выезжать. Иногда я снимаю, меня везут. Но сегодня я сама снимаю, сама еду. Какие здесь большие участки в этих людей. И таких домов в Южной Каролине очень много. С разных районов, ребята. Надеюсь, вам понравилось. Это экскурсия, а я погнала дальше. Меня ждут и мои детки, которые... Которым нужна я также. Спасибо, что выбираете меня, как вашего реалтора. Что поддерживаете меня в моем блогерстве. В домах о движимости и недвижимости. О недвижимости и движимости. И, как я говорила, я так, кто двигается, но продаю то, что не двигается. Так что все совпадает. Пазл совпал. Пазл совпал. У меня еще очень много дел дома. Кто-то хочет купить домик, кто-то хочет продать. Кто-то хочет, чтобы я написала оффер. Так что все под контролем. Ну вот. А эти домики тоже есть. Вот этот чудесный дом недавно построился. Симпатичный домик. Здесь не поймешь, что дом или бизнес. Скорее всего, можно и одно, и другое. Как вам, понравилась такая поездочка со мной по Южной Каролине? Ставьте лайки, чтобы я больше снимала для вас чудесных видео. Чтобы я, как говорится, больше вдохновлялась на интересные ролики. Всех вас люблю. И всего вам хорошего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok